Господи, ну как? Ну как они меня все достали, а? Ну все нервы мотают. Жена со своими диетами с ума сходит. Сядет на диету, два часа ничего не ест. И сразу, ну как? Заметно? Сильно похудела? Заметно или нет? Я говорю, заметно. Глаза голодные. Дочка, студентка, никак на себя не налюбуется. Пап, а пап, скажи, я хорошо сложена? Я говорю, хорошо, доченька. А кто складывал? Сын в восьмом классе учится, петарды обожает. Сижу я за столом, ем салат. Одет в костюм тройка. Галстук, трус и майка. Сын. И вдруг, как шандарахнуло. У меня оба глаза под майонезом. Я за ним, за любимым, чтобы его прибить. За сына, он меня во двор. Я за ним. Вернулся с поцарапанной рожей. Ну, а кто знал, что он через щиповник побежит? А вон и теща пожаловала, Ирина Андреевна. У неё дома ремонт, она пока у нас живёт. Это пока уже продолжается полгода. Но она у нас учительница по физике. Поэтому всё время создаёт постоянное напряжение. Любит своей эрудиции блескнуть. А ты знаешь, что было бы, если бы земля вращалась в 30 раз быстрее? Я говорю, что было бы, что было бы. Зарплату давали бы каждый день. Но если у тёщи хорошее настроение, она может запеть. Но это не дай бог. Потому что тёща поёт, как будто отпевает. И всё время ко мне цепляется, всё время ко мне цепляется. Как тебе не стыдно, говорит. Ты только что сходил в интернет, и теперь этими же руками берёшь хлеб. И ещё я заметил, когда я дома, она каждые 10 минут дезодорантом пшихает. Что духу моего не было. И никакой благодарности. Ну, они как-то с дачи всей семьёй приехали. Но я решил их ужином встретить. Накрыл на стол и уже оттуда стою. Я так и знала. Всё уже остыло. Всё холодное. А на столе холодец, винегрет и мороженое. Ну и чё, куда греть-то? Тёща никак моей шутки меня простить не может. Ну, она после курорта стала взвешиваться. А я незаметно сзади на весы ногу поставил. Тёща чуть умом не тронулась. У неё лишние 20 кило оказалось. Ну, я для перемирия подарил ей фен. Так у него там что-то замкнуло. И она потом всем рассказывала, что я ей этот фен подарил, чтобы её током грохнуло. Как ей подходит её девичья фамилия? Ну, тёща до замужества была ослова Ирина Андреевна. Ну, ослова и а. У тёщи ещё неизвестно, когда ремонт закончится, я уже до психошки уже дозрел. Ну, и я охоту не люблю. Ну, поехал с друзьями поокотиться. Ничего не пристрелил. Ну, по дороге купил в магазине две курицы гриль. Приношёл, говорю, вот, лично подстрелил, принимайте добычу. Тёща сразу, а где кровь, а где перья? Я говорю, нет крови, я ей в глаз попал. Так попал, чтобы все перья повылетали. Ах, вот это предлог. У него сейчас такой период, это когда он от одной стервы переходит в другой. Ну, сейчас сорокалетние мужики любят жениться на двадцатилетних. Они же им ровня по уму. А что, я виноват, что на этой охоте никого, кроме ёжиков, не было? Я говорю, а в следующий раз настреляю вам ёжиков на воротник. Ну, куда деваться? На работе найдут, на даче достанут. Звоню в туристическую первую. Я говорю, срочно какую-нибудь горящую путёвку. Прямо на сегодня. Куда-нибудь подальше. Что? Красное море. Отлично подойдёт. И вот оно, Красное море. Боже, как оно прекрасно. Пляж, рыбки, ласковая волна. И главное, никто тебя не достаёт. А кругом купальники всех цветов. И серьги под цвет глаз. И в тебя рюмочка за рюмочкой. Градус за градусом. И день, и два, и три. Но, как говорится, от тебя не убежишь. Красное море, конечно же, хорошо. Но уже как-то отвык от нормальной, спокойной жизни. Привык к придиркам, упрёкам, неблагодарности. Привык к тёщиной поговорке. Поживём-увидим, доживём-узнаем. Выживем-учтён. И почему-то тянет к своим, без которых ты обречён на одиночество. И ты уже спешишь назад, потому что понимаешь, что только там за тебя по-настоящему волнуются и ждут, что только там живёт та самая женщина, которая покорно согласилась принимать от тебя твою зарплату. И всё это называется любовью и даже счастьем. И я прилетел и кричу в телефон. Дорогая, я уже здесь! Я скоро буду! Я в магазине, что купить? А в ответ бодрящий голос жены. Купи себе квартиру и живи отдельно! А я ей кричу, дорогая, у меня же из-за вас началась жуткая тоска по родине. Так что встречай и психологически готовь тёщу. Приеду, я тебя расцелую. АПЛОДИСМЕНТЫ